Техника безопасности при ВАСТу коррекциях. Привет! Вы на канале АртВАСТУ и сегодня мы поговорим, как нам обезопасить себя. Прямо пробежимся по пунктам. Первое. Нам нужно почистить перед ВАСТу коррекцией, нам нужно почистить наш дом. Мы называем это почистить наш дом, но на самом деле, когда мы дом почистили, он на нас же влияет. То есть получается, что мы себя как бы тоже почистили. То есть мы выровняли энергию, которая в доме находится, и благодаря этой энергии мы выровнялись сами. Поэтому, когда мы говорим, что мы почистим дом, мы подразумеваем, что мы тоже успокоились и пришли в сбалансированное состояние. Вот. Это важно понимать, чтобы вы не думали, что дом плохой, я хорошая. Все взаимосвязано, и дом нам отражает наши именно моменты. Поэтому мы чистим дом. Например, очищение пятию элементами. Ссылочку я вам выведу на отдельное видео, чтобы здесь сейчас время не тратить. Заменить. Если у вас не получается сделать все очищение всеми пятию элементами, хорошо, сделайте часть, сделайте один-два, сколько у вас получается. Если у вас вообще нет времени, вы не можете. Окей, есть быстрый способ. Это конусы. На конусы ссылочки все я скину под этим видео. Конусы очень быстро очищают, очень эффективно. И сейчас своим клиентам, кто не знаком с какими-то ритуалами и с какими-то там... Я им всем советую конусы, потому что я и на себе проверяла, когда мало времени, когда не успеваешь или не можешь сосредоточиться, или не хочешь читать молитвы и прочее, то конусы, они все равно делают свою работу. Поэтому или очищение пятию элементами, или конусы. Возможно, есть какой-то еще способ, который я сейчас забыла. А вот, если вспомните, напишите. Дальше. Это значит, что мы почистили наш дом. Это нужно сделать... Ну, у меня обычно коррекции все идут несколько штук одновременно. Редко такое бывает, что я прихожу и сделаю что-то одно. Поэтому, чтобы себя подстраховать, я делаю несколько дней подряд вот этими очищениями. Либо пятью элементами, либо конусами, неважно. Несколько дней подряд перед коррекцией. Вот. И также в день коррекции обязательно. И потом, после коррекции, если я могу прийти, то несколько дней я еще хожу и делаю очищение. Вы поймите, что энергия перестраивается. Здесь очень много факторов, но очищение всегда влияет благотворно. И оно вам поможет. И также, если вы в этой квартире не живете, живете в другой, а там закладываете корректоры, то вы можете это же очищение делать и у себя дома тоже. Это тогда вам усилит и смягчит, смягчит переход вот этих энергий, потому что они будут меняться, направление будет меняться, негативная энергия двигается против часовой стрелки, позитивная двигается по часовой стрелке. И когда вы закладываете корректоры, вы меняете эти направления, энергия начинает перестраиваться и энергия начинает на нас влиять. И мы это все чувствуем. То есть вы можете этого не видеть, но это не значит, что этого нет. И чтобы смягчить вот этот переход из негативного в позитивное, чтобы все было мягенько, очищение обязательно нужно. Второе, что мы делаем, это мы должны почистить корректоры. Если к нам приехали металлические пирамиды из какого-то металла или спирали, то вы их можете, мочить же их нельзя, вы их можете почистить свечами. То есть вот пирамида приехала, вы рядом с ней свечи поставили. Мне один раз приехала пирамида, которая стояла у моих друзей почти полгода. Так получилось, мы им заказали две, они у них стояли, понятно, в том секторе, в котором надо, потому что вес очень большой, ее нельзя просто поставить в кладовку. Соответственно, ее поставили в тот сектор, где она должна стоять, она там у них полгода стояла или сколько-то месяцев. Потом она приехала ко мне, то есть я понимаю, что она там у них уже стояла. Мне нужно ее почистить, нужно ее обнулить. Я вокруг пирамиды расстелила ткань. На эту ткань я насыпала соль, прям насыпала, прям много. У меня как раз я расхламляла там шкафы, нашла очень много соли ненужной, мы для их цели покупали, не используем. Мы никогда ее не используем по назначению такого количества. Я ее рассыпала там всю. Вокруг прям вот пирамида стоит и вокруг, возможно, я вам выведу здесь фоточку. Вокруг рассыпала соль. Еще вокруг я поставила свечи. И соль лежала несколько дней. Свечи я несколько раз зажигала. Вот эти вот долго играющие чайные свечи, которые там горят по 2, по 3, по 4 часа. Не помню, поскольку они горят. Вот они у меня прогорели полностью. Может быть, даже два раза я ставила в разные дни. И сама соль лежала несколько дней. Потом я собрала соль, я ее выбросила. А пирамиду я поставила, начала использовать речные камни, либо морские, вот эти обточенные водой, которые мы покупаем или сами с моря приносим для того, чтобы их закладывать. Смотрите, их можно помыть просто водой. Вы можете их помыть водой, не знаю. Я ни разу сфери не мыла. Я просто холодной водой их споласкиваю, чтобы брать вот эту вот пыль, какой-то вот это вот солевой какой-то. Вот это вот все, чтобы просто убрать. Вот. Потом вы их можете... Вы можете, кстати, вот эти камни помыть соленой водой. То есть вы можете добавить в воду соль. Вы можете добавить туда четверговую соль, если у вас есть. Про четверговую соль отдельный видосик запишу. Потом будет ссылочка где-то или под видео, когда он будет готов. Вот. Также есть еще вот этот вот священный специальный навоз, как называется, забыла. Ну, в общем, его тоже от такой большой таблетки отламывают кусочек и добавляют его в воду. И с этим как бы все промывают. Тоже можно использовать. У меня где-то лежит, но я последнее время пользуюсь четверговой солью. Не важно, что вы здесь используете. Любой элемент, который вам даст, усилит ту воду, с которой вы моете эти камни. Вот. Значит, мы волны помыли с водой, просушили. Вы для усиления этих волнов их можете покрасить в какие-то цвета, цвета секторов. И эти же волны, если вы чувствуете, что недостаточно, то вы можете поставить рядом свечу, опять же, чтобы она погорела. То есть мы, как вот мы очищаем дом пятью элементами, так же мы и все артефакты тоже стараемся очистить пятью элементами или каким-то количеством элементов. Значит, мы почистили волны, у нас остались еще камушки, всякие там рубины, сапфиры, жемчуг, кораллы. Мы их просто промываем холодной водой несколько раз. И потом, когда уже промыли, мы ставим тоже рядом с ними свечи, погореть. Да, забыла сказать, вместо свечей в любом очищении можно использовать конусы. Я сейчас, когда у меня есть конусы, я всегда ставлю конусы. Если конусы вдруг закончились, я ставлю свечи. Но теперь я всегда ставлю конусы, потому что это мощнее, прям очень-очень сильно круто мощнее. Вот, и дом, и артефакты я очищаю конусами. Значит, мы проговорили про металл, про камни и про камушки, которые минералы. Что у нас осталось еще? Деревянные конопешки, например, вы заказали на окно. Деревянные конопешки, их тоже изготавливает человек из каких-то материалов, которые он купил в магазине. То есть, все равно какое-то их тоже надо почистить. Свечами. Рядом ставим свечи, вот, и свечами очищаем. Третий момент. Очень важно выбрать хороший день для всех наших действий. Я делала. Есть разные варианты. Можно взять у астролога по расчет ваших индивидуальных удачных дней. Когда он вам подберет прям, что вот в эти дни вы можете закладывать запад и юг, например, в эти дни северо-северо-восток. В эти дни что-то еще делать. Вот. Но, как правило, может получиться, что вы эту дату будете ждать 2-3 месяца или 4 недели. Это очень, ну, как бы часто так бывает. И в этот день нужно. У вас будет свободно для этого дело всего, например, 40 минут. Вот. Такое бывает. Постоянно. Кроме этого варианта, есть еще вариант, когда вы пользуетесь общим для всех благоприятным временем. Это можно найти в интернете или в каких-то тематических чатах астрологов. Они выкладывают обычно календарь. Там можно посмотреть. Но вот это вот общее и ваше личное часто не совпадает. У меня, например, так было. Для первой квартиры у меня был полностью от астролога вот этот вот расклад. Идеальные дни для меня, для коррекции, идеальные для мамы. И мои дни, я потом посмотрела, они никогда не совпадают с общепринятыми для всех благоприятными днями. То есть они идут в разрез. Когда всем хорошо, мне коррекции делать категорически нельзя. И наоборот. И вот это так интересно. То есть вы можете пользоваться, как говорят вас, то эксперты, делайте благоприятный день. Но если вы делаете общий для всех благоприятный день, не факт, что он совпадет с вашим. Так как вот эти все мнения существуют. Я делала по-разному. Сначала мы делали именно когда мне можно было, по моему личному календарю коррекции. Я делала, когда мне можно. Когда можно было маме, мама делала. Но это так сложно и так тяжело по времени. Вам может быть делать ремонт, заливать стяжку. У вас бригада простаивает. А вы будете бегать, подбирать благоприятный день. И вам еще ждать два месяца, например. А работы стоят. Соответственно, всегда выбирается компромисс. И я для себя компромисс нашла. Так же я делала в те дни, которые благоприятны для всех. В какой-то момент я делала вообще от балды в те дни, когда у меня было 2-3 свободных дня. Которые по срокам как бы. Вот, вот они выпали вот эти дни. Я только из них могу выбрать. И я просто села, открыла. И у меня есть какие-то базовые знания этого. Я посмотрела день недели. Какой благоприятный. Я посмотрела так. Самое сложное, самое плохое. Это затмение, полноумие, новоумие, ретро-меркурий. Вот их стараться избегать. Вот. И я из нескольких факторов выбрала лучший день. Для общепринятых. Я же не астролог. Я не могу посчитать свое личное. Вот. И так же у меня нет возможности перенести этот день, например, через месяц. То есть я могу выбрать только вот из 2-3 дней. Поэтому я просто постаралась почувствовать, какой день мне откликается. И я просто делаю, как технику безопасности, очищение. Я дня 3-4 до коррекции ходила, делала очищение в этом пространстве. Так же я делала очищение в той квартире, где я жила. То есть получается в двух местах. И там я делаю, и здесь. Я делала очищение обязательно в день коррекции, перед коррекциями. И когда коррекции уже сделаны, после коррекции я тоже еще несколько дней прихожу и делаю очищение. Если я не могу туда прийти, я делаю очищение в той квартире, где я живу. Это важно, потому что этим вы выравниваете, в том числе и если день был для вас не совсем правильный, вы все равно смягчите эти моменты. Поэтому я для себя решила, что это как бы такая очень противоречивая тема, что либо я беру индивидуальный вот этот вот расклад и смотрю, но так как очень этих дней будет мало и лично ваших, и возможно вам придется ждать очень долго, а пока мы коррекцию не сделали, наша жизнь не изменится. От того, что вы взяли расчет этого календаря для вас личный, ваша жизнь не изменится. Она начнет меняться, когда вы коррекции внедрили. А если вы будете полгода ждать, то эти полгода ваша жизнь не изменится. Вы поймите главное, что мы либо меняем свою жизнь, либо ждем идеальный день. Лучше, сделав технику безопасности, несколько раз прогнать очищение, подготовиться, вот, и сделать коррекцию, чем ждать ее полгода, а может она и не произойдет, потому что ваша жизнь за эти полгода еще в негативном ключе ухудшится, и вы просто не сможете коррекцию провести. Поэтому я для себя решила, что я буду делать в тот день, когда я чувствую, что я хочу сделать, что у меня сошлись все звезды, приехали всем артефакты, что я могу сегодня сделать, у меня хорошее настроение для этого, у меня есть возможность, и я просто буду себя обезопасивать, обезопасивать, в общем, я буду себя страховать вот этими вот очищениями. И конусы сейчас мне очень в помощь, потому что если ходить делать очищение пяти элементами, это прям время занимает. Здесь же просто пробежала, конус поставила, и вот у тебя очищение пошло. Про последнюю квартиру, про студию расскажу. Там как раз день я выбирала сама, просто как я чувствовала, у меня было там три дня, я выбрала какую-то более-менее оптимальную. И вот там как раз я очищала конусами, то есть накануне я пришла, один или два раза я ставила конусы, по две, по три штучки прям сразу, в разных углах. Вот, начинал идти дым, значит, с дымом заполнялась, и я проветривала. Вот, и так я делала несколько дней, и перед коррекцией тоже. Конусы прям ещё очень хорошо мне понравились. Ещё один момент. Обязательно в день коррекции, какой бы вы ни делали, сектор, неважно, север-юг, неважно, какой вам нужно сделать, первое, что мы делаем, мы зажигаем волшебную микстуру на юго-востоке. То есть мы зажигаем волшебную микстуру на юго-востоке. Я сниму отдельный видосик, выложу, и под видео будет ссылочка на то, как мешать волшебной микстуре, из чего. Вот, вы её зажигаете на юго-востоке, она начала гореть, и пока она горит, вы как бы можете уже делать свои коррекции. И ещё один важный момент хотела сказать в коррекциях. Очень я много слышу тоже, люди многие корректируют, просто смотрят, что-то в интернете посмотрели, там почитали, и пошли себе делать на севере, например, коррекцию. Поймите самое главное. Первое, что мы делаем, это мы утяжеляем отток. То есть мы должны закрыть дыры, чтобы наше ведро дырявое не протекало, мы должны закрыть юг, юго-запад, запад. Мы должны эти зоны утяжелить. Только потом мы переходим к открытию притока. Севера, севера, востока, востока. Это очень важно, если вы сделаете наоборот, если у вас окна выходят на южную сторону, а вы будете себе на севере открывать, то да, к вам приток пойдет, но он же будет выходить тут же, стремительным потоком. То есть вам придет, например, деньги, но при этом тут же вам придут какие-то штрафы, или что-то еще придет, или что-то в доме сломается, и вам придется туда потратить все деньги, даже больше. То есть вам оттуда пришло, а туда вытекает. Поймите, что вот это дырявое ведро, нельзя так делать. То есть мы сначала утяжеляем отток запад, юго-запад, юг. Мы его закрываем, строим там плотину, грубо говоря, чтобы наше ведро не протекало. И только когда мы это сделали, вы даже почувствуете, у вас вернутся долги, перестанет вот так вот куда-то утекать все время, деньги, которые вам так тяжело достаются. Оно все перестанет происходить, вам станет полегче. Вы это почувствуете, и тогда можно будет открывать северо-восток. Тогда, только тогда. И тогда у вас начнется нормальный приток, когда деньги и возможности, и здоровье, и все будет в дом приходить, и в доме оставаться, а не стремительным потоком вылетать из окна. Глубо говоря, если так совсем утрировать. Вот. Вот такие вот простые правила я вам сегодня рассказала. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. С вами был канал Артвасту. До новых встреч!